К слову, заим стал неплохим стартом для фермера из Казанского района. Мало того, по итогам этого сельхозгода его личное подсудное хозяйство стало лучшим на этой территории. О том, как идет семейный бизнес, расскажет Инна Михайловская. Растут, как на дрожжях. Если животных кормить в одно и то же время, сытны правильной едой. Телята, например, подрастают на чистом молоке. Как теленок появился, нужно его отпаивать молоком до двух месяцев. Чистым молоком ничего не добавляют. Затем уже добавляют маленько хлеба и водичку. До полгода этим поилом поить. А в самом начале нужно только молоком, чтобы телята были хорошие. ЛПХ Женбуршиновых – бизнес семейный. Сдают молоко, выращивают животных на мясо, бычков покупают либо на сельхозпредприятиях, либо участников. Через год от одного такого получают 180 килограммов мяса. Сейчас поголовье стабильное, но было время, рассказывает Кирбалат, когда приходилось деньги занимать. Без кредитов очень сложно прожить. Это хорошая помощь. Я брал в кредит 250 тысяч, закупил телят. Летом они у меня пропаслись, зиму я их продержал, и весной уже я сдавал. И нормально заработали. Сейчас ставку делают на баранину. Она, как и говядина, тоже в цене. Недавно в стаде появился он из разряда топовых. Говорят же, ты ручной? Вот какой молодец. Его зовут Вася. Порода эдильбаевская, курдючная. Примечателен тем, что это очень крупное животное. И ягнята от него получаются тоже такие массивные. Полгода они весят 25 килограммов. Тогда как от обычных баранов всего 12. Вася и его подруга овца, тоже курдючная, приобретены уже на собственные средства. Теперь нужен правильный уход и грамотное кормление. Схема одинаковая для бычков, овец, а также коней. Два раза в сутки курим. Чаще нельзя? А зачем? Не обязательно. Хватает ему в двух раз. Сухие корма, дробленка, зерно, это два раза в сутки даем. Ну день, короче, утром, вечером. Ну сено регулярно, чтобы пустые не были горнушки. Финансовая поддержка в виде различных займов – одна страна медали. Вторая – это гарантированный сбыт. У ЛПХ Женбуршиновых с этим проблем нет. Местный кооператив закупает любое мясо, реализует в Тюмени. Так горожане получают экологически чистый продукт, а селяне – гарантированный доход. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюминское время.